Здравствуйте, в этой истории, которую я сегодня расскажу, поражает не то, что она случилась, мы таких историй много видели, но то, что полиция особо-то ничего не делает. А это практически, можно сказать, международный скандал. Китайскую государственную компанию, государственную, не частную, частную компанию здесь, в России, ну, скажем так, я не буду говорить, что кинуло, потому что нельзя такие использовать слова «кинуло». Нет, приговора пока еще нету, но очень странная история, куда пропала медь. Понимаете, у нас тут Путин встречается с китайским лидером, Лавров периодически туда летает. Вот просто интересно, если вопрос такой зададут. Вы знаете, у нас тут как бы мелочь, ну, 16 миллионов для государства, но неприятно. Понимаете, Блумберг уже об этом пишет, пишет, что Россия относится не очень хорошо, ну, так, знаете, не очень хорошо к своим партнерам. Вот такой эксцесс получился. Особо никто решит его, судя по тому, что никаких движений нету, не хочет. А это буквально лицо государства, и тут без преувеличения, это лицо государства. Расскажу я эту историю. В общем, китайская государственная компания закупила. Здесь у российской частной компании, региональная металлургическая компания, буду называть ее РМК, директор, владелец, на тот момент там был Злобин Анатолий Аркадьевич, заключила договор, еще в 23-м году, договор на поставку меди на 16 миллионов долларов, на 16 миллионов долларов. И вот эта медь потерялась, просто потерялась. И можно было бы, конечно, сказать, да, ну, знаете, ну теряется, вот пошла контейнером морская перевозка, там пошли дальним путем через Африку и потерялась. Но нет. Хронология событий такова, если верить тому заявлению, которое есть у нас в руках, заявление китайской стороны, что это преднамеренно, это, скорее всего, готовилось. Возможно, Злобин, это только подпись его там, он был владельцем этой компании. Может быть, он здесь и ни при чем. Обычно те, кто затевает такие схемы, они не ставят свои подписи. Но следствие и должно ответить на все эти вопросы. А давайте мы сейчас попробуем позвонить Злобину Анатолию Аркадьевичу. Не отвечает. Может быть, видит, что, ну, номер незнакомый, но ответа нет. Я вам скажу, что я еще и за кадром звонил, и вот решил еще в кадре позвонить. Звонков ответа нету. Мы все-таки попробуем. Постараемся. Забрасывается. Мы постараемся с Анатолием Аркадьевичем связаться все-таки, да, и задать ему вот эти вот вопросы все-таки. Кто вот за этим стоит? Потому что по всем признакам это не случайность. Это все-таки, ну, можно сказать, мошенничество. Я буду осторожен. Кстати, Злобин после вот заключения договора в 23-м году из этой компании ушел, а владельцем теперь там какую-то часть ей принадлежит. Горбач Ольга Анатольевна. Ну, то есть, совпадение ли это? Еще вдобавок несколько фактов говорит о том, что это все-таки не какая-то случайность. Во-первых, груз якобы проверялся. Есть такие компании, которые контролируют погрузку груза. И эта компания потом, вот она проконтролировала, что груз погрузился, да, и она отправляет отчет туда, за границу, в Китай в данном случае, да, что все нормально, все загрузили, все нормально, как бы ваш товар отправился. Этот протокол, который предоставили китайской стороне, он поддельный, носит признаки поддельности. Второй момент, это перевозчик. Перевозчик действительно, ну, корабль, который должен был везти через мыс Доброй Надежды, то есть через Африку, действительно должен был плыть в Китай по местному назначению. Но в последний момент меняют точку на Турцию. И в Турцию грузят 90 контейнеров гранитной крошки. Ну, стоимость которой там где-то около 50 тысяч долларов США, 50 тысяч долларов США, а Китай заплатил, китайская компания заплатила 16 миллионов долларов США. Мы обращаемся к Бастрыкину Александру Ивановичу, к следственным органам. Пожалуйста, чтобы просто Россия свое лицо сохранила. Все-таки Китай для нас сейчас это важный партнер. Еще раз повторюсь, Блумберг уже за границей, эта тема уже муссируется понятно в каком свете. Что Россия, ну, вот так вот, знаете, как-то относится не очень хорошо к своим партнерам. Россия не частная там компания. Обращение моего к следственным органам. Обратите внимание, пожалуйста, на это дело. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok